Сюжет этой сказки вряд ли нужно пересказывать. О том, что случилось с Белоснежкой, знает каждый. А значит, и громких детских вопросов во время представления практически не будет. Тем более, что балет может рассказать историю без слов. Хрупкая и нежная Белоснежка и властная мачеха. Эти две ипостащи красоты в Нижегородском балете последний раз видели 30 лет назад. И вот в этом году прославленный приглашенный хореограф Борис Мехков поставил его на нашей сцене вновь. Чисто технически я не шел на компромисс и делал для всех персонажей хорошую хореографию. То есть, с моей точки зрения, хорошую. Я имею в виду серьезную, настоящую, трудную. Работа над спектаклем была не самой простой, признаются артисты. Но мастер-класс не прошел даром. Классический танец, яркие декорации и костюмы. И, конечно, музыка. Карена Хатитуряна. Все это погружает в сказку. И даже стук пуанта паркет не способен разорвать эту таинственную связь, которая возникает у зрителей и артистов во время спектакля. И это еще раз доказывает, сказки покорны все возрасты. В сказку хочется попасть, наверное, всем. И взрослым, и детям. Детям, конечно, больше, и их больше интересует картинка. А вот музыка, музыка как раз, она может быть больше рассчитана на взрослых. Потому что, когда я смотрела, у меня было ощущение, что это вот старый, замечательный советский мультфильм. Музыка Карена Хатитуряна. Это вот Чаполина, например. Да, просто удивительные мультфильмы. И вот как раз мы попадаем в это. Первые премьерные показы будут идти в дневное время. Но потом спектакль планируют перенести на вечер, чтобы те, кто днем на работе, смогли получить свою порцию удовольствия. Екатерина Оруджева, Максим Веселов. Объективно. ННТВ. КОНЕЦ